Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Тема сегодняшней нашей беседы продиктована прогнозом Всемирной Организации Здравоохранения, которая прогнозирует, что в 2020 году астенические расстройства выйдут на второе место по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний. И действительно, современный человек, несмотря на сумасшедший темпоритм жизни, не всегда успевает адаптироваться к социальными и экономическим взаимоотношениям. И все эти нагрузки ложатся на его хилые плечи, и тогда из-под воли развивается синдром хронической усталости. Что это такое синдром хронической усталости? Именно об этом сегодня пойдет речь, и я хочу представить свою собеседницу врача-невролога 4-й городской больницы Наргиз Шафаевну Калинину. Наргиз, здравствуйте! Здравствуйте, Ф. Петрович! Наргиз, у вас такое замечательное имя восточное. Когда-то у нас в стране был очень популярный фильм «Бродяга», и играли там любимые всей страной артисты Радж-Капур и Наргиз, ее так звали. А скажите, что у вас общего с этим именем, что вас объединяет? Мои родители в то время в честь Наргиза назвали меня для такое имя Наргиз. Ну вот я не случайно об этом спросил. Можно я без отчества к вам буду обращаться? Конечно, конечно. Я думаю, что это нормальный вариант. Ну давайте теперь вернемся все-таки к теме нашей беседы. Скажите, пожалуйста, вот вы как невролог, что вы пояснили нашим телезрителям, что подразумевается под термином «хроническая усталость»? Что это такое? Несколько расплывчатое понятие, тем не менее оно обретает какие-то формы? Да, в последнее время, конечно, обретает определенные формы. Синдром хронической усталости — это состояние как бы с необъяснимым статусом, ведущим проявлением которого является быстрая утомляемость, длящаяся несколько месяцев, и которую невозможно объяснить ни другими болезнями, ни текущей физической нагрузкой. Говоря простым языком, это букет симптомов, ведущим которым является, опять-таки, изнуряющая слабость и мешающая человеку вести его привычный образ жизни, и не проходящая после отдыха. Скажите, ну вот действительно, это же не вот так вот с неба падает вот это вот состояние, оно развивается постепенно? Да, состояние развивается постепенно, и сам термин «хроническая усталость» имеет уже под собой очень длительный, долгий путь, да, еще известен врачам с прошлого века. И назывался он иначе, как нейромиостения, миологический энцефалит и другими различными названиями. А вот сегодня имеет место вот этот диагноз в нашей с вами рубрикации заболеваний? Вы знаете, в рубрикации заболеваний МКБ-10 нет диагноза как такового, да, но тем не менее всему миру он известен, и я думаю, будет ставиться вопрос о том, чтобы внести этот диагноз в классификатор медицинских болезней. Я не зря задал этот вопрос, почему, потому что я знаю, что в Европе существует, даже выдает справку о нетрудоспособности именно с этим диагнозом. Мы почему-то, вот это состояние человека, который не может выполнять привычную нагрузку на работе, дома, мы почему-то его игнорируем? Ну, наверное, потому что зачастую мы не всегда можем сами определить, что это у пациента синдром хронической усталости, поскольку этот синдром приобретает различные маски. И зачастую пациенты лечатся у ревматолога, у кардиолога, у другого какого-то специалиста. Ну, вот скажите, ну, во всем мире, в общем-то, известные, естественно, ученые пытались разобраться в этой ситуации, и даже вы сказывали теорию вирусной этиологии возникновения этих заболеваний. Ваша точка зрения на этот счет? Вы знаете, существуют, в общем-то, как бы основные три теории возникновения, это генетическая, стрессовая и вирусная. Ну, по всей вероятности, все-таки вирусная имеет больше оснований под собой, поскольку заболевание возникает как шлейф после вирусной инфекции перенесенной. И, возможно, даже обуславливается тем, что вирус длительно персертирует в организме, вызывая как бы хроническое состояние. Ну, мы привыкли, например, считать, что вирусное и острое респираторное заболевание всегда лечится несколько дней всего лишь, да, и человек, в общем-то, здоров, можно его победить и так далее. Но очень часто и к вам, наверное, и к терапевту обращаются пациенты, у которых вот действительно то, что вы сказали, шлейф, вот такой астении, которую, ну, никак не хотят вписать вот в это вот состояние, да, хотя оно, в общем-то, мешает человеку жить, без всякого сомнения. Скажите, пожалуйста, а кто чаще всего страдает вот этим заболеванием, мужчины, женщины, кто подвержен? Ну, страдают чаще всего люди в категории от 20 до 50 лет. И, как ни странно, женщины страдают чаще, процент женщин гораздо выше. И страдают люди, которые, в общем-то, работают на ответственной должности, люди, работающие в неблагоприятных экологических условиях. — Скажите, вот, опять же, возвращаясь к вашей профессии, к невропатологу, часто такие люди обращаются. Какая роль центральной нервной системы в развитии вот этих процессов? — Ну, нервная система, как бы, является основной мишенью для развития этого состояния. А поскольку вегетативная нервная система — это раздел нервной системы, который отвечает за регулирующую, играет регулирующую деятельность между внутренними органами, железами внутренней и внешней секрецией, вот, и также регулирует постоянный, так сказать, гомеостаз в организме и приспособление организма к окружающей среде. — Ну, вот, в числе различных теорий мы с вами, в общем-то, сказали в отношении вирусной этиологии, что она, в общем-то, имеет место даже, допустим, косвенно, да, вот, скажем так, что она оставляет след, да, на клеточном уровне, и после всего этого развиваются вот те или иные симптомы. А какие все-таки характерные симптомы, чтобы, в общем, как бы определиться, или человек, чтобы должен сориентироваться в отношении хронической усталости? На что он должен обратить внимание, прежде всего? — Обратить внимание, вы знаете, как бы всем миром установлены, как бы, диагностические критерии для того, чтобы было более проще диагностировать это заболевание. И существуют большие критерии, одним из которых ведущий является, это, опять-таки, непроходящая усталость, и малые. Малые — это внезапное развитие заболевания, поднятие температуры до 38 градусов. — Даже температурная реакция может сопровождаться. — Болезненность и увеличение незначительных шейных, затылочных, подмышечных лимфоузлов. Это генерализованная мышечная слабость, это летучие боли в суставах, это снижение памяти, потеря аппетита, снижение работоспособности, нарушение сна. И самое главное, что весь этот симптомокомплекс, он развивается очень быстро, иногда в течение нескольких часов или даже дней. — Ну, всё равно этому есть какие-то что-то предшествующие причины. — Да, вот Вы сейчас сказали, наверное, более тягостного состояния, когда как бы видимых причин нет, а человеку ничего не хочется, он не хочет работать, он не хочет по дому выполнять какую-то, да ему даже в тягость общаться со своими близкими, скажем так. — Ну, я бы сказала, наверное, не так, потому что человек, может быть, и хочет, но физически он не может, он быстро утомляется. — Утомляется, да. — То есть, а те состояния, когда человек не может, это уже немножко другие состояния. — Да, всё понятно. — Тем не менее, вот давайте ещё вернёмся к тому, вот это вот состояние является ли пограничным с понятием депрессии, или это другой уровень, как вот отличить состояние депрессии, в которую впадают люди, ну, после тяжких инфекционных заболеваний, после септических состояний и так далее. И вдруг вот это вот то, о чём Вы сказали, когда органических причин нет, и тем не менее существует вот этот вот синдром хронической усталости. — Вы знаете, я думаю, что возможно, что синдром хронической усталости может предшествовать депрессии, да, и может иногда сопровождать депрессию, но он имеет отличительные признаки всё-таки от депрессии. Для депрессии характерно больше подавление настроения, утрата способности радоваться, да, это пессимистические мысли, и пациенты с депрессией зачастую не выполняют свою обычную работу, то есть в профессиональной сфере, бытовой сфере. А люди, страдающие синдромом хронической усталости, они всё-таки выполняют свою обычную рутинную работу и профессиональную. — То есть в какой-то степени это всё-таки отличается, да, это состояние. — Отличается, да, и отличается течение. То есть для депрессии характерно всё-таки более медленное течение и течение эпизодами, а для синдрома хронической усталости характерно более быстрое развитие. — Ну и там всё-таки рецидивы характерны для депрессивных состояний. — Да, 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 для депрессивных состояний, да. — Ну, если уж быть до конца откровенным, то, наверное, лечение депрессии и обращение — это всё-таки удел психиатров, скажем так. — Конечно, конечно, безусловно. — Они имеют другую органическую основу, да, чем синдром хронической усталости. — А скажите, вот если так навскидку вспомнить синдром хронической усталости, для каких категорий людей он более характерен? Я не имею в виду по полу, а вот по образу жизни и работы, вот какие категории подвержены всё-таки? — Подвержены люди, которые работают, опять-таки, на ответственной работе, то есть люди подвержены большим психоэмоциональным стрессовым нагрузкам, да, люди подвержены работе в неблагоприятных, как я говорила, экологических условиях. Это вот ещё раньше проводились исследования у пациентов, пребывающих в Чернобыльстоне и Чернобыльской АЭС. Вот для них было характерно, то есть синдром развития хронической усталости. Вот. Также характерны для нас, наверное, медиков. — Ну, к медикам ещё вернёмся, да. Вот вы сейчас затронули тему очень злободневную. Ну, вы помните, что в апреле месяце 28 или 26 числа мы проводили, тоже и программа была у нас посвящённая именно Чернобыльской катастрофе, годовщине очередное. Мы говорили там о снижении иммунитета, что это дало среди населения колоссальный, так сказать, всплеск вот этого вот сниженного иммунитета. Да, наверное, эта категория людей наиболее уязвима на сегодняшний день, к ним присоединяется. Да, и вот что бы мне ещё хотелось, чтобы вы сказали. Вы вот сейчас сказали, что это как бы предтеча депрессивных состояний, то есть сначала идёт вот синдром хронической усталости. А какие ещё заболевания способны присоединиться на этом фоне? На этом фоне могут присоединиться различные заболевания, поскольку у человека отмечается снижение иммунитета, он более расположен к простудным заболеваниям, более расположен к каким-то другим заболеваниям суставов, поскольку постоянные мышечные слабости, утопляемости. То есть я вот думаю, что так. И я хочу ещё отметить, что сейчас как бы синдром хронической усталости, несколько его названий изменено вследствие того, что отмечено, что идёт снижение дисфункции иммунитета. И называется он синдромом хронической усталости и дисфункции иммунитета. — То есть всё равно эти вещи взаимно связаны. — Всё равно они взаимно связаны. — Да, ну должно же чем-то объясниться, почему человек себя так вот немотивированно плохо себя чувствует. Конечно, это связано с иммунной защитой, которая явно снижается. Да, сегодня ведь не только участники ликвидации аварий от этого страдают, но и, наверное, те эвакуированные люди в этой зоне, да и, наверное, на многих других людей это, в общем, дошло отражение. — Скажите, ну вот давайте вернёмся, мы уже говорили о категориях, то женщины чаще страдают, и вот люди умственного труда, подверженные стрессом, люди ответственной работой и так далее. Скажите, почему дети не страдают синдромом хронической усталости или всё-таки страдают, как вы считаете? — Да, в последнее время стали отмечаться случаи регистрироваться наличие синдрома хронической усталости у подростков и у лиц пожилого возраста. То есть диапазон, возможно, расширяется. — То есть диапазон очень большой, да. — И опять-таки думаю, что это связано и с большой информационной нагрузкой у подростков, да, то есть это и своеобразное, как бы, наше компьютерное просиживание детей за компьютером, да, интернет, то есть отсутствие физической активности, способности переключаться на другую какую-то деятельность. — Понятно. Ну вот теперь давайте всё-таки поговорим, что, наверное, медики не стоят в стороне от этого. Люди, которые испытывают негативные какие-то флюиды, да, если так можно выразиться, повседневно. И у них регистрируется синдром профессионального выгорания. Профессиональный взгляд с вашей стороны на эту проблему, как к ней подходить и в чём она заключается? — Вы знаете, установлено, что синдромы профессионального выгорания подвержены люди, которые испытывают большее сочувствие и идеалистически относятся к своей работе. А поскольку мы, медики, находимся всегда на переднем крае и нельзя не испытывать постоянное сочувствие к своим пациентам, поэтому я думаю, что мы в большей степени подвержены синдрому выгорания, да, и я думаю, что это своего рода какая-то защита организма, да, для того, чтобы он не затрачивал большое количество энергии, поскольку эмоции — это тоже энергетический процесс. — Вот смотрите, вы сказали, что это иммунная защита. Вот я позволю себе провести такой параллель медика и актёра, да, артиста. Согласитесь сами, что артисты испытывают не меньшую колоссальную затрату внутренней энергии, и им часто приходится перевоплощаться, что не всегда как бы благоприятно действует на психику, на органику человека, да. Вот вы можете провести эту параллель? В чём заключается разница вот в этой ситуации? — Разница в том, что артист может эмоционально себя проявлять в той или иной роли, да, а поскольку мы находимся на своей работе, мы не имеем права высказывать какие-то свои эмоции, те или иные негативного ряда, да, то есть мы вынуждены быть пациентами всегда сдержанны, да, всегда доброжелательны. Вот, наверное, есть какой-то... — И, наверное, всё-таки медики принимают это близко к сердцу, скажем даже так, да. И вот этот негативизм, причём это же из года в год, это накапливается. — Да, и я всегда своим пациентам говорю, что я вот с каждым всё равно отдаю частичку своей души. — Врач всё равно это... — Да, отдаёт. Как бы мы строго не делали какое-то строгое лицо, строго не говорили, иногда зачастую за этой строгостью именно скрывается то, что нужно помочь пациенту, а не баловать, как ребёнка. Вы знаете, когда ребёнка балуешь сильно, он уже потом начинает садиться на голову и перестаёт выполнять. — Нет, я просто, знаете, хочу сказать, Наргиз, что когда мы об этом говорим, вот сейчас вот, да, что мы пытаемся войти в то же состояние, чтобы понять человека, да, и я имею в виду, прикладываем на себе вот эту... — Испытываем на себе вот эту тяжесть его проблем, связанных со здоровьем, и это, естественно, как-то, несмотря на то, что сегодня мы вроде бы работаем по протоколам, но ни один протокол не заменит, в общем-то, нормальную душевную какую-то беседу, а она для нас, особенно вот для невропатологов, наверное, очень важна и крайне необходима, потому что, не познав, в общем, внутренний мир, во всяком случае, в той плоскости, да, в той плоскости, в которой нас она интересует, без всякого сомнения, нельзя, в общем-то, убедить человека в чём-либо, правильно? А ведь наша с вами задача, кроме таблеток, ещё и убеждать, и чтобы направить, особенно вот с точки зрения сегодняшнего нашего с вами разговора в плане вот этой хронической усталости. Ведь человек иногда за этим ищет же какое-то серьёзное заболевание. Да, и нужно вовремя, наверное, разобраться, то есть для этого должен пациент прийти к врачу, чтобы вовремя разобраться, чтобы у человека не возник страх, то есть чтобы он не боялся и не попал, не стал действительно депрессивным, в поиске постоянно каких-то у себя заболеваний. Не развился следующий, ипохондрический какой-нибудь симпром. Ипохондрический, и хобический какой-то вариант. Да, это же будет мешать качественно жить человеку. Совершенно верно, мне очень понравилось, что вы подошли именно к этому. У нас и программа-то ведь называется «Качество жизни». Для нас очень важно рассказать нашим пациентам о том, что не всегда всё так катастрофично, как на первый взгляд кажется. Иногда нужно прийти, выложить свою душу, рассказать, и врач направит твои мысли в нужном русле, и скажет, что здесь не нужно МРТ дорогостоящее, что здесь диагноз лежит на поверхности, правильно? И что самое главное, ну вот мы сейчас подошли к тому моменту, и я вот хочу, чтобы вы тоже ещё подчеркнули авторитетно, как врач-невролог. Скажите, безобидно ли это состояние? Можно ли на него, мягко выражаясь, наплевать, или проигнорировать пациенту и врачу, или всё-таки нужно подойти скрупулёзно, рассказать пациенту и дать ему какую-то надежду, что у него нет... Что за этим кроется? Какие ещё заболевания могут быть у больного, которые опять же продиктованы этим же состоянием? Вы знаете, я считаю, что нужно обязательно прийти к врачу, поскольку врач, он увидит объективно ситуацию, иногда зачастую такие состояния немотивированной усталости могут и обусловлены быть какими-то органическими заболеваниями, и только доктор может определить это той, или синдром хронической усталости, или за этим нужны какие-то определённые исследования, чтобы исключить какие-то тяжёлые заболевания. Поэтому нужно обратиться к врачу. Врач проведёт минимальный какой-то перечень обследований, необходимый этого пациенту, и на основании всего это будет установлен какой-то диагноз. Если это синдром хронической усталости, будут даны те или иные рекомендации. Если это заболевание, то будет человек направлен к другому узкому специалисту, возможно, будет назначен другой путь лечения. Наргиз, вот вы сейчас правильно сказали, что самое главное – это вовремя обратиться к врачу, к специалисту, чтобы не впадать, во-первых, в панику, это первое. Во-вторых, чтобы не добиваться, очень часто пациенты добиваются каких-то дорогостоящих обследований, чтобы это бремя на них не ложилось. А врачу иногда, опытному врачу, неврологу, достаточно провести такую беседу, выяснить ситуацию и сказать, что это функциональные вещи, что они под собой не имеют органики, что здесь нет необходимости сделать КТ дорогостоящие или МРТ и так далее. Правильно? Конечно, безусловно. То есть беседа с врачом, безусловно, может для больного быть самым главным лекарством. Ну, теперь давайте коснемся такого момента. Мне бы так хотелось, чтобы вы тоже еще осветили. Наша программа не предусматривает каких-то конкретных рекомендаций по лечению. И тем не менее, вот из вашего опыта, кроме беседы, все-таки, что бы вы порекомендовали человеку с хронической усталостью? Это вот чисто вот так, как врач. А потом будем говорить... Если говорить кратко, я думаю, что я порекомендовала бы оптимизацию образа жизни и работы. Есть такая фраза «бери ношу по себе». То есть немножко ограничить или разделить профессиональную сферу и частную жизнь. То есть нести работу домой, не выполнять ее. Это соблюдение режима. То есть когда человек находится в режиме, организм легче адаптируется. То есть вырабатывается определенный биоритм. Мы у него стойкие. Я рекомендовала бы, конечно, отдых. Это общение с природой. Это обязательно выезд на природу. Это какие-то краткие перерывы в процессе рабочего дня, где человек мог бы посвятить время именно себе, отдохнуть, походить, сделать какую-то, может быть, производственную гимнастику. Оглянуться вокруг, посмотреть, как у нас вокруг красиво. И замечать красивые, прекрасные вещи. Вы сейчас остановились на прекрасных вещах. И я действительно хочу тоже еще раз подчеркнуть, извините, что я вас перебил, что не надо ехать на дорогостоящие курорты. Не надо платить очень много денег. Для того, чтобы уйти от своего плохого настроения, достаточно прийти в яхт-клуб, достаточно прийти на Южный Буг. У нас замечательные места, которые позволяют, да, расслабиться, насладиться этой природой. И это действительно... А вот что еще? Вот мы сейчас о природе уже сказали. Давайте еще напомним нашим зрителям, какой арсенал, который не требует много вложений, и который рядом, которыми можно воспользоваться для того, чтобы улучшить свое настроение и уйти от этого. Ну, арсенал — это рядом у нас природа, нас, окружающая, красота, да? Это люди, которые находятся рядом с нами. Это, ну, нужно каждому все-таки переключать умственную деятельность на физическую какую-то нагрузку, должна быть какая-то физическая активность. И наши ощущения — это книги, это хорошие фильмы, это просмотр, это слушание своей любимой музыки, да? Это посещение театров, это посещение выставок, где мы наполняемся благоприятной энергией. Возможно, это какие-то медитации, занятия йогой. И я бы хотела бы сказать, как вот сказал Оскар Туальд, «Лечите душу ощущениями». И только приятные, позитивные ощущения, они всегда остаются в тебе. Есть такое понятие «импрессио», да? «Импрессио», да. Да, это вот действительно воспринимать все то окружающее, красивое и так далее. И действительно это отвлекает, и это действительно мобилизует человека и уводит его от гнетущих мыслей. Почему? Потому что, ну, как вот мы говорили, что не просто это плохое настроение, не просто это упадок сил, да, как мы раньше, в общем-то, об этом говорили, или в быту так принято говорить, но это действительно нежелание вообще ничего. Или человек верит себе, что вот он ничего не может делать, хотя он все может делать. Нужно только, как вы сказали, переключиться, да? Переключить свое реле на позитив. А позитива есть вокруг. У нас много, вокруг очень много. Это люди, это общение, это занятие любимыми видами какими-то, да? Это какое-то хобби, да. Хобби, да. Да, без всякого сомнения. Ну что ж, я думаю, что при всем при том, при сложности этой проблемы, которая действительно ухудшает качество жизни, выход всегда есть. Во-первых, прежде всего, обратиться к врачу, а во-вторых, без всякого сомнения, подумайте о своем образе жизни. Есть еще у вас ресурсы, чтобы его изменить для своего же блага. Я хочу поблагодарить, Наргиз, тебя за участие в нашей передаче. И еще раз напомню, что сегодня в нашей программе принимал участие врач-невролог 4-й городской больницы Наргиз Калинина. С вами я прощаюсь. До новых встреч. Берегите себя.